Всем привет! Продолжаем путешествовать. Путешествуем по городу Верона, Италия. Вот хочу вам показать кафедральный собор Верона. Называется он примерно так. Кафедрали де Санта Мария Триколари. Или просто Дома де Верона. Собор посвящен Деве Марии, является образцом архитектуры романского стиля. Но еще и главную церковь города, поскольку именно здесь располагается резиденция епископа. Собор является одной из составляющих частей более крупного архитектурного комплекса, в состав которого помимо него входит церковь Святой Елены, Паптистерий Святого Джованни, Инфонте, библиотека, капитула, а также кафедра епископа. Надо сказать, что этот архитектурный комплекс действительно пережил долгую, интересную, наверное, так можно сказать, интересную историю. Началось все, конечно, с небольшой церкви, как всегда, которая располагалась именно на этом месте, на котором сейчас стоит церковь Святой Елены. Церковушка была построена в IV веке и освящена святым Зеноном, епископом Вероны, в 1362-380 годами нашей эры. Вообще, конечно, цифры впечатляют. В VII веке новый собор был разрушен во время пожара или землетрясения. В архитектуре собора, его в современном виде, от этих двух первоначальных церквей сохранилась красивая мозаичная пола, действительно красивая мозаика. Новый собор на месте разрушен был возведен длительное время спустя, между VIII и X веками. Но опять постигло его потрясение. В 1117 году землетрясение опять повредило его, ремонт и реставрация заняли более 20 лет. Несколько раз его переделывали, дополняли новыми элементами, но прежде чем он приобрел нынешний вид. Фасад, выполненный из мрамора, действительно симпатичный, он производит впечатление. Сочетание элементов романского и готического стиля. Портик собора образован видными колоннами, которые выполнены из белого и красного мрамора и опираются на крылатых грифонов. Эти колонны, в свою очередь, поддерживают полукруглую форму арку. Я вам просто зачитываю то, что написано в Википедии и на сайте этого собора. В боговых нефах собора размещаются два симметрично устроенных органа. Действительно, это вот необычно два органа в соборе. Ну и, естественно, конечно, отделанной резьбой и лепниной капеллы собора, которые расположены вдоль всего собора, содержатся многочисленные произведения искусства, которые относятся преимущественно к периодам барокко-ренессанса. Среди наиболее знаменитых и известных – это преображение Христа, Джамбеттина, Тиньерелли, Богоматер со святым Петром Павлом и Антонием Бадуанским, выполненный Антонио Балестерой. Ну, может быть, звучит так, как Антонио Балестер. А также поклонение волхвов. Автор – Либерали де Верона. Ну и различные другие, конечно, очень старые, знаменитые произведения искусства. Одна из капелл собора содержит саркофаг Святой Агаты, который относится к 1353 году. Саркофаг декорирован композициями, которые демонстрируют сцену пропуждения Святой Агаты четырьмя ангелами. Конечно, если честно, вот эти все цифры, они просто удивляют, как за столько времени смогли сохранить такую красоту. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать. Будете в Вероне, точно не пройдете мимо. Все, пока, всем привет, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»